Так, я нифига не понимаю, как вот это работает, при том, что они вообще-то даже в своих видео показывают практически весь технологический процесс производства этого модуля, но, черт возьми, Холмс, как может быть твиттер и среднечастотник одной единственной мембраной, как? Так, значит, смотрите, какая фигня, вот этот вот модуль, это средне-высокочастотный модуль, который играет от 400 Гц и выше, и вот это вот окошечко, и вот эта вот мембраночка, это твиттер, а вот это все остальное, тоже самое, такая же лента, это среднечастотник. Самое главное здесь состоит в том, что вот это вот все полотно этой самой ленты пленки, это одна пленка, это один кусок пленки, это не то, что здесь вставлен твиттер, а здесь другая часть, как бы другой сектор или поделены на сектора, нет, это одна структура вообще физически, как она может работать в двух диапазонах, объясните мне. Есть кадры с производства, где мужик натягивает вот эту вот ленту один, понимаете, это одна штуковина, только она подключена, как бы разные сектора подключены к разным участкам частотного диапазона. Ничего не понимаю, шайтан ама. Да, ребята, это акустика Пьего 511, и скажем прямо, такой вот конструкции. Да, это акустика сделанная в Швейцарии, и стоит она миллион рублей, но такой вот конструкции вы не найдете больше нигде. И главное тут, конечно, вот этот вот модуль средневыскочастотного излучателя. Ой, господи, слушайте, это мало того, что это одна единственная мембрана, так она еще находится на одной единственной плоскости, и получается это супер коаксиальный излучатель, то есть, да, твиттер в середине, вокруг среднечастотник, но это не так, как обычно это сделано. Ну, то есть, вот возьмем, например, мой Таной, да, там, значит, бумажный классический динамик, да, с бумажным диффузором, у него в середине дырка, в которую вставлен твиттер, там, значит, металлический купол, причем он еще в волноводе, соответственно, у них там от, собственно говоря, плоскости динамика до плоскости купола, плоскость купола, смешно, оксиомарон, ну, короче, там сантиметров 10, ну, 7, что-то такое, ну, короче. А здесь у тебя коаксиальное излучение абсолютно одной и той же природы, не бумага против железки, а одна и та же мембрана, она причем один кусок, зараза, и он в одной плоскости, а, и, кстати, при том еще направленность у него такая, что отражение от пола и потолков, от пола и потолков, от пола потолка и стен, оно минимально, в отличие от классического динамического драйвера. Ты слышишь именно излучение динамика, в первую очередь, а все вот эти вот отражения, они на порядок меньше и гораздо меньше мешают сохранению звуковой картины. И, конечно, честно, мы с Владиславом и даже привлекли нашего любимого проприетарного специалиста по хай-фаю Максима Семейкина, голову сломали, как это на самом деле работает, потому что, действительно, пьеговцы, они показывают все детали производства, они эту штуку делают у себя в Швейцарии, это делает один чувак, там, прям, показывает, как он на струбцинах натягивает вот эту ленту. Ну, не склеивает, наверное, но как-то там он сваривает, что значит, как это правильно сказать, что он с ним делает. Ну, короче говоря, соединяет, собственно говоря, пленку с алюминиевой фольгой, делает прессом вот эту вот фактуру, ну, то есть, это как бы пленка с фольгой, такой сэндвич, а еще его формуют, и поэтому получается разная фактура. У Твиттера вот такая вот более рифленая, у среднечастотника чуть менее, ну, и там видны дорожки, проводник, короче, это все они делают реально руками, вот один чувак сидит в этой Швейцарии, за это вы бабки и платите. Но как это работает, если кто разобрался лучше, то поясните в комментариях, насколько я понял. Пленка вроде как одна, но сигнал подводится в трех местах, значит, подойдет на дело отдельно к Твиттеру, и отдельно как бы к двум частям среднечастотника, то есть, он как бы делится пополам, причем, как он делится пополам, я не очень понимаю, чисто механически, за счет того, что там, например, какая-нибудь металлическая планка придавливает часть мембраны, и, соответственно, таким образом их разделяет. Или они все-таки остаются играть вместе свободно, все части диапазона. И, кстати, я задумался на минутку, а у кого вообще, кроме Пьеги, есть ленточный среднечастотник? Ленточный Твиттер понятно, сейчас у каждой второй колонки, ну ладно, у каждой третьей, но тем не менее, их полно. А ленточная середина? Хм, мы с Владиком не смогли вспомнить ни одного примера, если вы помните, напишите в комментах. Короче говоря, вы поняли, верх и середина здесь абсолютно уникальны, но дальше тоже, кстати говоря, все не так просто, потому что после 400 Гц вниз здесь подхватываются два классических, кстати говоря, с, по-моему, алюминиевым диффузором динамика с неким еще напылением специальным и подвес тут какой-то хитрый. Да, короче говоря, два динамика басовых, которые нагружены не на какой-нибудь там порт фазоинвертора, а на два пассивных радиатора, это тоже не случайно. Да, ну и, конечно, последняя любимая фишка Пьеги это то, что весь корпус колонки это экструдированный, частично литой, частично там, как это, фрезерованный алюминий, никакого там, понимаешь, МДФ, стеклопластика или что-то такого, чистая люминь, причем тут, значит, какие-то специальные есть стяжки, которые гасят основные вибрации, плюс внутри все оклеено виброгасящим материалом, который устраняет звон, это тот самый материал, который используют в звукоизоляции всякие там Порши и Ауди. И, конечно, цельнометаллические корпуса в аудиофилии, это решение, не сказать, что бы спорное, но сразу же вызывающее адский батхёрт у кучи народу. С самого начала основателем Пьеги, это, значит, были Шоих и Грайнер, их сразу же загнобили на тему того, что вы сделали железную колонку, господи, это что это? Для дизайнеров, что ли, специально? Но они, ребят, не остановились, дело было, по-моему, в 86-м году, в 1986-м году, и с тех пор они металлические корпуса продолжают делать неукоснительно, зараза! Ну и что сказать? Ну, во-первых, это красиво. Ну, блин, фрезерованный алюминий, это, конечно, на самом деле красиво. Ты прям, ух, берёшь её, ну, блин, тяжёлая, крепкая, вот, вопросов не малейших, очень круто выглядит. Во-вторых, на самом деле, конечно, нивелировать недостатки металлического корпуса не является никакой проблемой, это технический вопрос, потому что, да, он, конечно, имеет определённый резонанс, но подавить его, это вот просто вопрос расчёта и того, какие ты материалы применишь. Поэтому здесь он, конечно, заглушен. Вот ты слышишь эту колонку, в алюминиевом на корпусе, в деревянном, в МДФ-ном, поди, отличи. Нет, никакого здесь паразитного звучания не слышно ни в коем случае. Ну, господи, ещё бы он был слышен. За миллион-то. Да, слушайте, в конце концов, столы проигрывателей винила и опорные диски делают из алюминия. Почему колонку-то не делают? Прекрасно. И, опять же, как ни крути, а среди всех остальных акустических систем на рынке ты сразу выделяешься. Да, вау. И вот эта 511-я модель, это, как мне кажется, такой прямо архетип акустики Пьего, потому что тут и вот этот корпус, и низкочастотное звено так решено, и, конечно, вот этот вот коаксиальный ленточный модуль. Прямо всё как положено, со всеми её достоинствами и со всеми, конечно же, противоречиями. На одной чаше весов у нас тут, конечно же, опять-таки, этот высокочастотный, средний высокочастотный модуль, у которого чувствительность типа 100 дБ, не шуточка. А на другой чаше весов необходимость срастить, как-то соединить излучение вот этого вот, как хотел сказать, динамика, короче говоря, вот этой вот структуры с классическими басовыми динамиками. А это уже, конечно, тоже, знаете ли, подвох. Надо понимать, да, что басовики должны по отработке транзиентов, по скорости своей работы не отставать от ленточного среднечастотного излучателя. Это на самом деле челлендж. И вообще требует очень-очень серьёзной матчасти от басовой секции. Собственно говоря, я думаю, именно поэтому здесь никакой не фазоинвертор и вообще ничего такого, а именно пассивный радиатор. Скажите, спасибо, что у него вообще закрытый корпус для очень-очень поджатого, точного, быстрого баса. Здесь он не только точный и быстрый, но он ещё довольно глубокий. И, кстати говоря, что удивительно, басовики не отстают. Но есть и другие сложности. Значит, опять же, по формальным характеристикам колонка вроде как несложная. 90 дБ чувствительности, 4 Ом импеданса. Ну, как бы, вообще не должна создавать особых проблем для усилителя. Но, нет, создаёт. И тут два аспекта. Во-первых, собственно говоря, её надо уметь распеть. Всё-таки, опять же, здесь не столько вопрос мощности, сколько, видимо, архитектуры усилителя и его способности правильно сочетаться с электрическим поведением. Вот такой вот конструкции в сочетании с вот этими вот басовым звеном в оформлении с пассивными радиаторами. Соответственно, не каждый, даже ужасно дорогой и классный усилитель с этими колонками сыграет. Их надо уметь распеть. В нашем случае лучший вариант дал пред и конец Audio Flight это итальянский классический транзисторный усилитель. Ну, такой, типа, мощный. Вот, ещё говорят, с T+, хорошо играет, но этой связки я не слышал. И при том, что сейчас речь была именно о транзисторных усилителях, но всё-таки, я думаю, что здесь можно пробовать лампу, но, опять же, будет сильно зависеть результат от, собственно говоря, архитектуры конкретного усилителя. Что-то может вдруг выстрелить. Я так думаю, что да, может, потому что всё-таки чувствительность здесь есть. Так или иначе, усилитель здесь надо подбирать внимательно. Ну, вот, из моего опыта с Audio Flight хорошее сочетание. Второй аспект, ребята, это, конечно, их разрешение. Ну, слышно здесь из-за ленты такое количество информации, что, фу, я не знаю, какие студийные мониторы вам столько покажут, как эти вот пассивные дизайнерские алюминиевые колонки. И, конечно, не дай вам бог подключить сюда усилители или источник с, как бы, так сказать, неровным характером. Это, конечно, вы сразу все услышите, вот прям на, на, на. Потому что, понимаете, мало какие колонки вообще, что хай-эндные, что студийные покажут вам такое количество информации и нюансов в фонограмме, а самое главное не только в фонограмме, но и в исполнении этой фонограммы. Понимаете, о чем я? Мы тут аж расплясались с бубном, меняя провода и способы подключения, потому что вот каждое малейшее телодвижение в системе, я не знаю, там вилку другой стороной и переткнул сразу вау, слышно все досконально. В итоге мы, кстати говоря, остановились на бай-вайринге в данном случае, я думаю, что и биампингом вообще будет показан, но в целом тут, конечно, вот реально каждое, каждое малейшее изменение в вашей электронике будет слышно моментально. Было слышно, как мощник Audio Flight прогревается в течение часа, он набирал, так сказать, температуру и входил в рабочий режим, и звук менялся, и это было слышно. Ну и честно скажу, для меня, как конченого аудиофила, конечно, такая акустика это бальзам на душу, потому что через них все слышно, понимаете? Они ужасно, ужасно прозрачные, очень быстрые, очень точные, и через них вот прям все интересно слушать, что новую запись, что новый аппарат у себя в системе, понимаете? и его вот, понимаешь, через эти колонки расслушивать можно во всех, вот так сказать, нюансах. И, конечно, мне до сих пор непонятно, как такое вот технологическое аудиофильское чудо можно целиком, а не делать это целиком вручную, типа там 20 человек на фабрике сидят, целиком вручную делать в Швейцарии, где, честно, я думал, никто вообще давным-давно уже ничего не делает, только деньги пересчитывают. Да, и, кстати, собственно говоря, слово пьего, как я понял, по-итальянски это складывать, то есть намек, очевидно, на вот эту вот складчатую структуру ленточного излучателя, они специально его так формуют, ну, чтобы придать ему большую жесткость. Так вот, в таком случае я предлагаю эту акустику по-русски правильно называть складочка, коаксиальная ленточная складочка за миллион рублей, ну, не класс ли?